Всем привет из Франции и добро пожаловать на мою кухню! Итак, сегодня показываю очень быстрый и очень простой рецепт приготовления скумбрии в духовке. Что нам для этого понадобится? В общем, нам нужно будет 4 рыбки на порцию на одного человека, одна рыбка. Ее нужно будет обрезать головы, плавники, почистить все внутри. Затем одна небольшая луковица, сок половинки лимона и корень имбиря, ровно половина от вот этого. Вот его было ровно столько, корешок на мне, и я половинку потерла. Так, и значит, что мы делаем? Натираем корень имбиря на мелкой вот такой вот терке, затем половинку лимона отрезаем и выдавливаем. Это будет у нас как бы маринад. Видите, вот здесь вот у меня тертый имбирь, сок лимона. И оставляем рыбку вот так вот мариноваться примерно минут на 15. Затем добавляем нарезанный лук, хорошенечко солим рыбку, все это перемешиваем и будем запекать в духовке. Перед этим порежем ее на кусочки, чтобы она быстрее у нас приготовилась. Можно запекать и целыми рыбками, но если вы спешите и нужно быстро что-то приготовить вкусное, то лучше, конечно же, рыбу порезать. Чтобы рыба получилась еще более сочной, я решила добавить немного сладкого перца. Хотя, в принципе, этого делать не обязательно. Это по желанию. Можно добавить и помидоры, можно добавить все, что вы хотите. Затем берем вот такой вот рукав для запекания и выкладываем туда рыбу с перцем и с луком. Завязываем рукав для запекания и отправляем рыбу с овощами в духовку, разогретую на 180-200 градусов примерно на 30-35 минут. Вот такая вот скумбрия получается после 35 минут запекания. И сейчас я покажу, как я ее буду подавать. И вот таким вот образом выглядит тарелка перед подачей на стол. Рыба получается очень сочная, вкусная, золотистого цвета. И подаю я ее вместе с картофельным пюре, маринованными огурчиками и овощами на пару. Сегодня это у меня спаржевая зеленая фасоль, морковь и цветная капуста. Очень советую этот рецепт, потому что готовить просто быстро, а получается невероятно вкусно. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч на моей кухне. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok